Конечно, конечно. Понятно. А у вас в доме вот такое сокровище есть? Байбл, хамбагер есть. Есть, да? Есть. А вы читаете? Я читаю. А по этой книге у вас вопросы есть какие? Нет, нет. У меня папа пастырь церкви. Как у вас? У меня папа пастырь церкви. Так они не православные? Нет. Баптисты. Ну, с вами-то можно было разговаривать. Вы совершеннолетний? Да, мне 23. Но я плохо русский знаю. Тем более. Писание-то знаете? А что, у вас какое-то кольцо в носу, что ли? Нет, это я просто людей провоцирую, которые здесь сидят. Да зачем же это нужно? Провоцирую. Верующие этим не занимаются. Вы только не отключайтесь. А начнешь говорить, сразу отключается. Они сильно реагируют почему-то на это. Америка к этому относится толерантно, а русские почему-то к этому относятся очень плохо. Это означает, что человек не управляет собой. Ему нужно в ноздри вкладывать. Писание говорит. Вложу кольцо в ноздри твои и поверну тебя назад. Пойдешь поражаемый. Это нехороший признак. Вы просто писание... Я думаю, что если шутка, ничего страшного. Ну да, тем более украшения разные. Зачем бы порох Исаия в третьей главе так сурово говорил об этом? Это же мимо не проходит. Мы 53 признаем, а 3 что, отвергать будем? Можно спросить у вас, а земля круглая или плоская? А у вас Библия есть дома? Да, есть. А в Писании написано, что земля, скорее всего, плоская. Да. Вы дальше-то не считали Писание? Что написано в третьей книге Ездери, 11 глава, 32 стих? Я так сильно не... Там написано, там четко написано. И царствовала эта голова, то есть власть, на всем земном шаре. На земном шаре. Тут уже никакой плоскости нету. Стойте, подождите. Можете мне напомнить, какая глава? Третья книга Ездры. Ага. Третья Ездры. Пожалуйста. 11 глава. Ага. 32 стих. Угу. 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 Мне просто... Это мне просто друг задает мне один тот же вопрос. Он атеист. У вас есть? Угу. Понятно. Тут понятно. Если бы земля была плоская, то у вас сейчас сколько часов? У меня 9.40 вечера. Вечера. А у нас 9.40 утра. Солнце одинаково на тарелке-то светило. Почему оно там? А теперь, когда корабль плывет... Ну да. На матч, если залезешь, тебе видать далеко. А опустился, не видать. Почему? Потому что горбом земля-то. Да, 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 да. Да. Я ему это, кстати, предъявлю. Там, вот, да. Мне интересно, на самом деле. А вы на меня его вызовете. Я не могу доказать. Вы запишите мой канал. Канал запишите. Он... Давайте. Во свете Библии. Ага, как еще? Во свете? Во свете Библии. И рядом по сапте Игнатий Лапкин. Это я. Ага. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это очень большой ресурс. У нас 14 850 роликов. О, обязательно. Спасибо вам. Вам будет очень интересно. А если вы дальше выслушите. Если вы через Google зайдете, и не в YouTube, а через Google, зарядите во свете Библии сайт, Игнатий Лапкин, сайт. Вот себе запишите, где сайт. Этот сайт наш, может быть, равных ему нет. Огромный сайт. И там 50 книг моим голосом насчитано. Там 38 томов моих книг находятся. Как мы миссионерскую поездку проехали с Барнаула до Владивостока, Тихий океан. И дошли до Лиссабона, Атлантический. Прошли Прибалтику, Скандинавию и Север. Ого. 650 городов посетили. 120 тысяч километров прошли. Во каждую библиотеку я дарил полный комплект книг. Каждый комплект отдельно стоит 750 евро. На 35 миллионов подарили только. А у нас денег никаких нет. Вот это Господь взял и сделал. И везде мы выступали. Везде беседовали. Приходили. Мне баптисты очень хорошо известны. Я у них проповедовал. Вы посмотрите на это. Это просто, ну, как я молодой. Мне хочется заповедовать. Нет, не надо. Не позволяйте. Это вы молоды. Храните себя. Мы, Господь говорит, вы храм Бога живого. Апостол Павел говорит. А храм никто не будет пакостью украшать. Он украшается молитвами. Он говорит. Вот считаемое второе послание к Коринфянам. Пятая глава. Десятый стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Тело – это квартира наша, где мы живем. И поэтому ее портить нельзя. Великий творец, художник сотворил. К нему ничего нельзя добавить. К картину Леонардо да Винчи и Рафаэля буду я добавлять где-то. Меня сочтут ненормальным. А это Бог. Имя его, великому Богу. Какое имя? Я понял. Как? Если вы откроете третью главу исхода, когда Моисей спросил, как тебе имя, он сказал – Сущий и Егова. А у Сафони, считаем пророку, Господь открылся с именем Саваов, начальник воинства. У него у Господа около 500 имен. Вы, когда зайдете на сайт, вы там увидите государственные фильмы про нас снятые, занявшие первое место на международном киноконкурсе, документальное. Я в 92-м году много по Америке ездил. Самостоятельно выучил английский язык, немецкий, французский, много занимался. Это Господь дает. Господь. Моего там ничего нет. Он внезапно берет и дает. Бог наш щедрый, любящий. Меня сажали не один раз. Я в пяти тюрьмах отбывал, за Слово Божие. Меня пытали, выламывали, морозили. И все там есть. Вы все это там увидите. Вот если вы вздумаете, допустим, отец придет. Вы как великий мученик прям. Вот. Вы мученик, если бы я умер. Я исповедник. Раз я не умер, живой остался. Мне вот 10 июня будет 80 лет уже. Ой-ой-ой. Вот если отец придет, и вы поговорите, допустим, по скайпу поговорите. Зарядите Игнатий Лапкин. С этой фамилией, именем я один на весь интернет. Игнатий Лапкин. Записали? Да, обязательно. Храни вас Господь. Вот так. Если какие вопросы будут, мы будем показывать. Вот там пришел... Можно по скайпу даже позвонить. Да, именно так. Сейчас, минуту я. Сейчас, сейчас. Говори. Если хотите, давайте поговорите. Давай. Добрый день. Что-то вас плохо видно, до доноса только. Голову опустите пониже. О, какие очки нехорошие. Вы можете их убрать? А вы уберите, вы не пожалеете. Я вам такое сейчас буду говорить, которое вы нигде не найдете. У меня закон, я не хочу менять. Потому что в очках... Тебе нет, я не здесь попадал. Так. Мы, проповедники, сюда пришли, православные веры, рассказать людям о Боге. Что здесь вот на рулетке собрались, как будто Содом и Гоморра. Голые валяются, всякие безобразия творят. Чтобы они знали, что Господь будет судить мир по этой книге. Здесь написано все. Деда. Да, слушаю вас. Подождите секунду. Только не ругайтесь. Не буду ругаться. Хорошо. Слышишь что? Да. Дедушка. Видишь, что так вот. Это, а что, у тебя денежки есть? Дай денежек, пожалуйста. Возьми. Я два. У тебя же две руки есть. Да ты разве не знаешь, что ты очень богатый? Кто? Да ты богаче всех людей. Смотри, какой парень. Я тебе расскажу, где твои деньги лежат. Где? Ну, начнем сверху. Каждый загашенный... Каждый твой глаз платит 75 тысяч сегодня. Да? Да. За каждую почку? Каждую почку полтора миллиона. Как, продаешь, нет? А? Не в моем случае. А вот видишь, какой ты скупой оказался-то. А просишь. Тебе деньги не нужны. Тебе нужно идти в храм божий, славить Бога, работать. Ты смотри, какой хороший парень-то. С ямой. Я хожу в храм. Вот у меня храм стоит. О, какой ты счастливый парень-то. Да, понятно. У вас дома-то эта книга есть, нет? Да. Смотрите. Во. Так. У вас она не полная. У вас 66 книг, а у меня 77. У нас книги в Библии 77 книг, а у вас 66. Вы 11 книг выбросили. Еще у меня есть вот такая... А ну-ка, покажи. А ну-ка. Повыше подними. Повыше подними. Повыше-то. Союз христиан. Это тоже один... Так, подожди. Санкт-Петербург. Я не понял, кто издал ее. Так, я вижу. Издание. Повыше маленько сделай. Повыше, повыше. Не знаю. Там надо посмотреть. А вы оглавление посмотрите. В оглавление. Это чем? Я читаю каждый день. Какие у вас дом богатый. Это православное издание. Вот у нас. Видите, крест какой? Крест. Христос воскрес. Он умер за наши грехи, Христос. А через три дня он встал живой. И мы все будем на суде Божьем после смерти. Суд Божий будет. Поэтому надо жить по заповедям Божьим. Любить Бога и любить ближнего. А у вас в Библии сколько книг? В Библии сколько книг? Да, сколько книг в ней. В переплете в одном. Ну вот здесь вот. Между этими корочками. Вот эта вот книга. Сколько здесь книг? Евангелие от Матфея раз. И Марка два. Вот сколько всего книг у вас в Библии? Шесть. Не знаете, да? Я хочу, если она у вас есть, покажите. Православная она или нет. Если не православная, из нее одиннадцать книг уже убрали сектанты. Одиннадцать книг выбросили, оторвали. Кто такие сектанты? А еретики, которые не от церкви, а сами себя образовали в семнадцатом веке. А, то есть протестанты, да? Ну да. Потому что они не церковь. Церковь Христос основал в первом веке. А второй раз Христос не приходил. Он говорит, созиджут церковь, и врата ада не одолеют ее. Шестнадцать-восемнадцать, Евангелие от Матфея. Разве католический создал Иисус? А церковь-то создал. Он говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Евангелие от Матфея, шестнадцатая глава, восемнадцатый стих. Откройте, посмотрите. Нет, я согласен, но разве именно католичество он создал? Ну, а если он ее создал, и врата ада не одолеют? Он не сказал, что я буду церковь сделать-то плохая, ее одолеют врата ада, а я потом новую создам. Создавать можно, но никакого отношения так к Христу-то не имеет. Это религиозная организация. Сегодня в одной Америке больше двадцати тысяч разных наименований. Что, двадцать тысяч раз Христос приходил на землю? Так, минуточку, подожди, чуть-чуть. Говори. Говори. Добрый. Ага. Ну? Ну? Ну, хорошо.